Сообщество родителей, созданное по инициативе главы Одинцовского района, вот уже год как ведет активную работу. Оно обеспечивает конструктивный диалог между педагогами и родителями, таким образом решая всевозможные вопросы в образовательной сфере. На этот раз в здании администрации прошло очередное заседание Ассоциации родительской общественности Одинцовского района. Одной из тем обсуждения стала презентация проекта «Умная экскурсия». Его суть заключается в том, что школьникам предлагается выезд к знаковым местам Одинцовского района и изучение предмета на месте. Проект, который называется «Умная экскурсия», связан с использованием, с возможностями использования культурных, исторических возможностей Одинцовского района для иллюстрации школьной программы на трех уровнях – начальной, средней и старшей школы. Разработчики проекта уверены, что экскурсии по Одинцовскому району помогут ученикам лучше усвоить школьный материал. А сделать это можно будет еще и в увлекательной форме. Паспорт путешественника. Здесь наклеивается прямо в автобусе, их снимают полароидом, наклеивается сюда и фотография. А дальше ставятся замечательные отметки путешествия, где он проезжает. Еще одной темой для обсуждения стало развитие в Одинцовском районе детско-юношеского спорта. Например, родители обеспокоены плохим состоянием бассейна в старом городке. Действительно, не ремонтировалась со времен, наверное, как его построили. Ну, как построили. Ну, работа в части подготовки документации была проведена в полном объеме еще, если не ошибаюсь, полтора года назад. Вот. И у нас на руках имеется проект реконструкции, проект капитального ремонта части помещений. Зашла речь и о проектной деятельности Одинцовского района. Участники совещания пришли к общему выводу, что необходимо делиться достижениями района, особенно в сфере образования, используя различные виды коммуникаций. Это будет интересно и информативно. Хотим, чтобы на сайте odin.ru была такая иконка, называется «Достижение района». Как правильно Андрей сказал, подать дело определенное. И туда скидывать абсолютно все. Не только, соответственно, победы наших детей, а, может, победы наших взрослых дедов, победы в олимпиадах. То есть, достижение – это, скажем так, все, что полезного сделали жители, не власть там чего-то дорожного, а жители района. Одним из ключевых вопросов встречи стала приемная кампания в первые классы, которая стартует уже 1 февраля. Как отметила начальник управления образования нашего района Ольга Ляпистова, родители, независимо от того, в каком микрорайоне Одинцова они проживают, теперь для своего ребенка получат право выбора любого общеобразовательного учреждения города. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.